Владимир Зеленский посетил Испанию. 27 мая президент Украины впервые с официальным визитом приехал в Мадрид. В аэропорту Зеленского встречала лично король Испании Филипп IV. Этот жест подчеркивает абсолютное уважение и поддержку со стороны короля. В последний раз Филипп IV в аэропорту встречал президента США Джо Байдена. Королевское гостеприимство проявило себя и в рамках официальной работы с Украиной. Мадрид подписал с Киевом гарантии безопасности. Кроме того, испанцы обязались передать Украине новый пакет военной помощи, который оценивается в миллиард евро. В этот пакет войдут 19 танков «Леопард». Средства борьбы с дронами. Артиллерийские боеприпасы, портативные ракетные установки и, наверное, самое главное – 10 зенитных ракет «Патриот». В принципе, это немного, если сравнивать с пакетами других государств. И тем более, если сравнивать с потребностью Украины. Мы просим мир помочь хотя бы с дополнительными 7 системами «Патриот». 7 систем хотя бы, потому что нам для Харькова, для этого направления нужно хотя бы 2 системы. Но для Испании и это прилично. Для нас это, естественно, мало. Для Испании это много. Испания относительно небогатая страна. И на военные нужды она выделяла достаточно все это время, достаточно мало средств. Несмотря на свою большую территорию, Испания не очень воинственно настроена страна, поэтому дают, что могут. Армия Испании не самая современная на европейском континенте, поэтому то, что передают испанцы – это бронированные машины собственного производства, которые в очень ограниченном количестве производились в свое время в Испании. И техника, которая, если не снята с вооружения, то, скажем так, 80-90-х годов. Более того, времена требуют экономии оружия. Ни одна страна не действует в ущерб своей обороноздатности, потому что уже все европейские политики, большая часть признают, что Европа находится в предвоенном состоянии. В общем, Украине нужно в разы больше тех же самых танков. Наши потребности, потребности вооруженных сил Украины, они измеряются в сотнях танков. Их, как и многое другое, понемногу соберут другие страны ЕС. Сейчас позволить себе может передать большую часть только те страны, которые непосредственно ощущают российское давление. Я имею в виду, прежде всего, балтийские страны, которые понимают, что в случае падения Украины они следующие. Впрочем, на помощь Испании никто не жалуется. Наоборот, испанцы одни из первых осудили путинское вторжение в Украину. Подписанные с Мадридом гарантии безопасности как бы анонсируют стопроцентную поддержку Киева в ближайшие 10 лет. В частности, Испания обязалась обеспечить Украину военной помощью на сумму 5 миллиардов евро в течение следующих трех лет. В общем, это логично. Если Украина проиграет, война в Европе будет через 6-10 лет, Россия нападет на Европу. Испания стала также десятой страной, подписавшей с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Вот сейчас в Украине эти договора, они появляются один за другим. И это важно, что, по сути, это формирует основу для вот этого периода промежуточного, давайте так, до того, как Украина будет в НАТО. Это действительно полупроводник к вступлению Украины в НАТО. Это временный промежуточный этап, необходимый для того, чтобы все-таки страна могла спокойно идти в НАТО до завершения процесса. Что важно, это не замена, а временная альтернатива. Это не отменяет нашего пути в НАТО. Это важно, как и не отменяло бы получение статуса страны основного союзника или партнера США вне НАТО. И чем больше стран НАТО заключит с Украиной договор о гарантиях безопасности, тем быстрее Украина станет полноценным членом альянса после победы над Кремлем. Во время полномасштабной войны взять Украину в НАТО, Это означает, что каждое государство должно отправлять своих солдат, что будет не нравиться избирателям, а мы понимаем, что все страны НАТО — это все демократии, там нет авторитарных стран. Раньше, увы, не получится.